Первая гласная буква, которую мы начнем изучать, также является первой буквой английского алфавита. Это буква A. В этом уроке, кроме ее стандартных правил произношения, мы изучим пару индивидуальных. Приступим! Рассмотрим для начала правила образования основного долгого звука буквы A. Звук A. Первое правило. Буква A, стоящая перед согласной, после которой следует гласное, создает звук A. Make. Создавать. Make. Baby. Малыш. Baby. Radio. Радио. Radio. Есть, конечно же, исключения. Например, Drama. Драма. Драма. Salad. Салат. Например, жульен, винегрет. Salad. Many. Много. Many. Во всех трех случаях буква A отвечает требованиям правила, но при этом не создает звук A. Drama. Salad. Many. Второе правило. Буква A, стоящая перед согласной, после которой следует сочетание L, E или R плюс гласное, читается как A. Table. Третье правило. Буква A, стоящая перед гласной, буквы A, в большинстве случаев, читается как A. Chaos. Каос. Хаос. Каос. Jail. Тюрьма. Jail. Есть один интересный момент, связанный со словом jail. Вы можете встретить его абсолютный синоним в виде jail. Они, как видите, даже произносятся одинаково. Разница между первым и вторым только в ареале использования. Первое слово – британское. Второе – американское. Основной короткий звук буквы A, звук A. Этого важного звука, к сожалению, нет в русском языке. Как его правильно произнести и каким приемом пользоваться, я вам расскажу в одном из последующих уроков. А пока первое правило. Если буква A стоит перед несколькими согласными буквами, она читается как A. Apple. Яблоко. Apple. Fashion. Мода. Стиль. Fashion. Есть, конечно же, исключения. Мое самое любимое – это слово «яхта». Вам тоже будет полезно знать о нем. Вдруг решите купить яхту у англичанина. Слово «яхта» на английском – yacht. Буква A читается как твердое O, а деграф CH не читается вовсе. Yacht. Ни в коем случае не произносите это слово как «ягт». В лучшем случае англичанин подумает, что вы интересуетесь яками. Второе правило. Если после буквы A следует конечное согласное, буква A создает звук A. Например, «фляк», «флаг», «фляк», «кат», «кот», «кат», «пад», «плохой», «пад», «мен», «мужчина», «мен». Осталось два правила образования звука A, но подробно описывать их я не стану. Напомню только, что это правило третьего ударного слога с конца и правило «hit sound» в последующем слоге. Постарайтесь запомнить слова, обращая внимание на их правила чтения. Запоминать сами правила необязательно. Family. Семья. Family. Camera. Фотокамера. Camera. Capital. Столица. Capital. Asset. Кислота. Asset. Habit. Обычай, традиция. Habit. Magic. Магия. Magic. Как можете заметить, примеры состоят из двусложных и трехсложных слов. Но они легкие, и уверен, выучить и запомнить их не составит труда. Магия. 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 Хоть и перед несколькими согласными буквами буква A должна бы создавать звук A, перед конечными NGE и STE этого не происходит. Буква A в этом положении создает свой основной долгий звук. Звук A. Например, strange. Чужой. Странный. Strange. И хорошо известное всем слово, которое часто используется в тандеме со словом copy, слово paste. Вставлять. Приклеивать. Paste. Буква A легко вступает во взаимодействие с некоторыми согласными буквами. От такого бленда читается как долгое A или как долгое O. Такими взаимодействиями она может отлично сыграть роль элемента для выявления диалекта. Но это и не только это темы другого урока. Субтитры создавал DimaTorzok